Вы дружили с Михаилом Евдокимовым, чья судьба сложилась очень трагично, к сожалению. Многие говорят, что ему не нужно было соглашаться и идти в губернаторы Алтайского края. А вы как считаете, вы говорили с ним на эту тему? У вас было мнение свое? И не одна ночь была с ним говорена, потому что я один из тех, кто был как бы против того, чтобы он шел туда губернатором. Но, есть одно маленькое но, не от того, что он хотел и желал власть, не от того, что он не понимал, куда шел без царя в голове, совсем нет. Просто он, когда коснулся документов и что там творила предыдущая администрация, что он понял, открыл карты, открылась вся подноготная, он пришел в ужас от этого. Мало того, когда уже все погибали, когда сельское хозяйство просто бы уничтожалось. Дальше, еще маленькая, очень важная деталь. К нему шли ходаки. И он их принимал. И он принимал. Как вот в стародавние времена приходили из Котова. На моих глазах не один десяток приходили, кланялись ему, говорили, Сергеевич, мы знаем твоих родителей, мы знаем себя, ты нас никогда не предавал. Даже при всех этих мордастых мордах красных он все равно с такой любовью относился к своим персонажам. Это сразу чувствовалось. Сразу видно было, что он безумно любит этого мужика. Хороший мужик был, да? Так открытый, чистый мужик. Честно очень был. А какие песни? Одни песни, только у меня там три диска, их там десятки песен. Каждая песня пронизана землю. Любовью к краю, к Алтаю, к отцу, к матери, к чести, к достоинству, к совести человеческой. Поэтому это было видно. И поэтому народ, когда он выиграл 50 на 50, вот так получилось. То есть, мига дня, когда он вышел, говорит, мужики, я знаю, какой крест ты на себя взваливаешь. Давайте вместе. Я постараюсь сделать. Хуже не будет. Постараюсь сделать, чтобы было лучше. Извините, за полтора года своего губернаторства... Полтора года всего? Всего было, да. Полтора года. За полтора года была одна из самых лучших по Севну, и которой не было в тень 10 лет. По Севну, она была уборочная, потрясающая была. Потом у нее 120 скорых помощи, безвозмездно, просто вдар Ивдокимову, одному Ивдокимову бесплатно дали скорую помощь. Можете представить, когда приезжает машина, сотни, вези надписи, вдар Ивдокимов, вдар Ивдокимов. Он договорился с Азарбаевым, дружил по поводу оттопительных систем, было нормально. С Тулеевым договорил по поводу угля. Он имел хорошие связи, и помогали ему. Просто нормально. А потом начались прессинги, это уже длинная история, это уже политика, и я не буду в это вдаваться. Авария, автокатастрофа, в которой он погиб, это подстроено или случайность? Можно ли я оставлю этот вопрос неразрешенным? Потому что я на 100% не уверен, но на 90% я уверен, что это все-таки подстроено. А те, кто это совершил, пусть будет Господь им судья, и уже Господь распорядился со многими личностями, которые старались уничтожать Мишу. Я включаю, так сказать, Назарчука, который ненавидел его всеми фибрами души. И Сергеевич тогда был такая при нем странная личность. Но судить не надо, это не мой принцип. Не судим будешь. И пусть это останется вот так вот на совесть тех людей. А все равно существует величайший закон седьмого поколения, закон бумеранга, грандиозный закон. Сколько зла ты сделал, историца, вернется и тебе это зло. Сколько добра сделал, историца, вернется и добро. И не в твоем поколении ты можешь вынести этот бумеранг, возврат этого твоего нечестного поведения в отношении другим и к окружающей среде. Все равно в твоих детях, в твоих внуках это скажется, что и происходит. Субтитры сделал DimaTorzok